Иш ну а лака говорится, наконец-то друзья, Blizzard выпустили на ПТР сервера дополнение 9.1, цепи господства, чтобы мы его протестировали. Вместе с этим раскрылась масса подробностей, возвращение Гороша, Нерзул, раскрытие личности Примаса, новая зона Корти и так далее. В этом ролике обо всем этом и поговорим. Первое, что сразу бы хотелось разобрать, это введение новых моделек в игру. Модель Сильваны получила обновление, теперь Леди Банши не сдерживает свой истинный облик. Ее глаза стали алыми, как и доспехи, а тело начало постепенно растворяться в личине Банши. Сильвана последний босс дополнения цепи господства. Мы сразимся с ней на вершине Таргаста, в точке слияния темных земель. Во время сражения пройдем через все стадии ее становления. С Сильваны будет падать вот такой маунт, эдакая вариация дракондора кровавых эльфов. Следующий, кого мы можем рассмотреть, это Андуин. Вы могли видеть его новую модельку в последнем синематике. Но вот как дополнение мы можем увидеть его в шлеме. Датамайнеры также откопали обновленную модельку Трала, которая будет помогать нам в финальном сражении с Сильваной на вершине Таргаста. Трал будет вызывать земляные наросты, по которым мы сможем бегать. Утр получил свою человеческую модельку. И пока не ясно, вернется ли он к нам таким, или же эта моделька часть воспоминания, которую нам предстоит увидеть. Нерзул тоже будет одним из боссов Рейда Святилища Господства. Но вот у Нерзула дела хуже всех. Эта заблудшая душа, закована в темную сталь, обречена на вечные муки, написана в описании босса Рейда. После своего поражения в Ледяной Короне, душа Нерзула была направлена к тюремщику, где тот стал вытягивать из нерадимого последние соки. От Нерзула здесь осталась только коса с символикой клана Призрачной Луны и небольшое подобие орка. И конечно же мы смогли лицезреть модельку Примаса. В дополнении 9.1 Близзард раскроет все карты и дальше будут небольшие спойлеры. Мы узнаем, что Примас отправился в Кортию, когда покинул Малдраксус. И сразу же напрашивается вопрос, зачем тюремщику эта Кортия и для чего он ее притянул. В ходе сюжетной цепочки заданий мы узнаем, что Примас оставил свою печать в Кортии. Мы найдем эту печать. Подумаем, что это одна из работ Рейс Чикарун, отправимся к нему, чтобы узнать подробности. Но тут бац, произойдет катсцена и мы увидим вместо Рейс Чикарун вот эту модельку Примаса. Да, и впоследствии Примас будет помогать нам в войне против тюремщика. Так что все теории про то, что Рейс Чикарун это Примас были верны. Помните, я делал ролик недавно про сражение Тиранды с Сильваной? Так вот, это сражение состоится в тот момент, когда Сильвана отправится с большущим войском утроба похищать печать Королевы Зимы в Орденвельде. Как я и предсказывал, и как вы проголосовали, Тиранда проиграет в сражении, и никакая Элуна ей не поможет. Пока что синематика их сражения недоступна для просмотра, будем ждать лайв серверов. Спешу обрадовать всех приверженцев настоящей Орды. Вождь возвращается, но не в самом лучшем виде. Мы сможем поспособствовать спасению Гороша в новом рейде в бою с боссом Раздиратель Душ Дорма Цайн. Он будет вытягивать остатки аниме из Орка, чтобы получить новые способности. Горош, в свою очередь, будет яростно орать от боли, и его адский крик будет наносить нам дамаг и фирить. А когда мы спасем Гороша, наступит адский флекс. Долго ждать этого сражения не придется, так как тестирование рейда начнется уже 16 апреля. Ну и как вы понимаете, опять же не единого упоминания про Артаса. Дополнение без, пожалуй, одной из самых ярких видных фигур, которая точно попала в утробу. Если уж из Гороша тянут столько аниме, то представьте, сколько аниме генерирует Артас. В любом случае, я постараюсь поискать зацепки, какие найду, опубликую на канале. Это было экспресс-видео грядущих нововведений. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самого важного, и обязательно поставьте колокольчик для получения уведомлений. Для вас был рад стараться Лунный Монах, и новое видео уже на подходе. Субтитры подогнал «Симон»